Лукашенко демонстративно избавится от ненужных полномочий. Вот российские СМИ даже по этому поводу прикалываются, даже пропутинские СМИ прикалываются, что Лукашенко пытается всех там обмануть и так далее. Беларусь приостанавливает диалог с Евросоюзом по правам человека. Офигенно, да? Хоть их там диалог по правам человека. Лукашенко поручил чиновникам навести порядок в Минске на этой неделе. Интересно, как же они будут наводить порядок в Минске при помощи БТРов, которые они туда ввели, и пулеметов, которые на БТРах КПВТ, крупнокалиберных пулеметов Владимирова. Я не буду, как бы, ванговать, да? То есть, я не буду большим прорицателем, если скажу, что да, мы еще услышим и увидим... Не хочу прям вот с языка, вот язык не поворачивает сказать, но мы еще услышим, конечно, барабанную дробь на мостовой Минска, которая рождается очередью КПВТ, да? Такой характерный, ни с чем звук, который ни с чем не перепутаешь. Помните, как они палили у телецентра в Москве, да? Помните, в 93-м году, когда даже скорую расстреляли. Нечто подобное вполне я допускаю, что будет, но без этого ничего не получится. Деться некуда. Если бы я мог взять на себя, вот клянусь, если бы я мог взять на себя миссию, разорвать начальство Лукашенко, я бы взял эту, но, к сожалению, я не могу этого сделать по многим причинам, да? А было бы очень неплохо, конечно. Поэтому белорусам придется это делать самим. Да, будут жертвы, никуда мы не денемся от этого. Останкино. Ну да, Останкино, конечно, телецентр. Вот создатель телеграм-канала Нехта заявил, что Беларусь требует его выдачи и сказал им, чтобы они перестали позориться. Пишет, перестаньте позориться на весь цивилизованный мир, признавая, что 22-25-летний редактор, основатель телеграм-каналов, кошмарит весь ваш режим, динамично развивающийся последние 26 лет, получивший 80% поддержки голосов на выборах. Это вот заявил как раз создатель Нехты. Ну, молодец, что я могу сказать. И вот, опять тоже прислали такую вот фотку. Куда звонить, когда убивает милиция? Не, ну, у вас место, куда можно позвонить, когда убивает милиция, да? Можно позвонить, ну, например, Рэмбо, да? Вот, Рэмбо, да? Ну, или Рэмбо, кто как хочет, да? В исполнении столу. Можно Джокеру позвонить, Бэтмену, там, Люке, Скайуокеру можно позвонить. А можно и не звонить никому. Почему тут висит, куда звонить? О чем речь вообще? Почему куда-то надо звонить? Вот вопрос. Кому? Супергероям нет никаких супергероев. Главный супергерой-то народ. Не надо никому звонить. Эх. Ну, как, помните, Шерхан говорил, когда этот Шакал Таваки там, говорит, целое стадо бежит к нам прямо в пасю. Он глупец. Кто же может устоять против целого стада? Вас дофига, белорусы. Против вас никто не устоит. Куда вы звоните, ты еще собираетесь. Вам никуда. Но вам нужно прямое действие. Народоластие нужно сейчас осуществлять при помощи прямого действия. Решили вынести. Ну, там вышли какие-то эти тетушки в масках, без масок и так далее. Их вышло 20, вас должно быть 200. И вы должны решительно настроены вынести их. Их будет 200, вас должно быть 2000. Их будет 2000, и вас должно быть 20 тысяч. Ну, и так далее. Вас в любом случае будет больше. И вы в любом случае их вынесете. Другого пути нет. Так что, никуда звонить не надо, как в том анекдоте. Помните? Другого пути нет.